Девушки отдыхают Хочешь, проводит Да, она такая Но знаешь, возле ее дома стала оживаться какая-то Чертова шпана, котиви и рогации Хомяк пристает к прохожим Сара, девушка с характером Она может ляпнуть что-то, что им не понравится И делать реальность Если проводишь ее Эти козлы выяснят, что она Дону как внучка Не вопрос, Луиджи Почту за честь Да Сара, мы закрываемся Что происходит? Эээ, Том, Том проводит тебя Неужели? Эй, работа такая На всякий случай Ладно, если тебе так спокойнее, пап Дочка Увидимся завтра Я возьму пальто Буду ждать снаружи Сара, ты как? Меня провожать не обязательно Мы же все равно думали встретиться вечерком Ну да Не волнуйся о том, что он может подумать Дело не в этом, Том Для него я все еще ребенок Я понял, он тебя опекает Луиджи многое повидал Мы все повидали Расскажи, почему ты таскаешь еду? Эй, я ее готовлю И мне решать, что с ней делать Холли это не одобрит Может, завтра настанет день, когда он сам приготовит себе завтрак Можешь постучать в дверь? У меня только две руки Сара! Это мне? Да Но, боюсь, там меньше, чем в прошлый раз Этого хватит Нонна думает, что ты ангел Да он не любит, когда еда пропадает зря А это? Ну, конечно, это Томми Сара о вас много рассказывала Надо же Ты теперь знаменитый гонщик, Том Все о тебе говорят Да, она права Все Ладно, Джульет, не пускай в дом сквозняки Увидимся в церкви Спасибо Хорошего вечера Пока Буэна нотэ, Томми Мама, твой ангел Сара принесла еще еды Это было очень мило Да Увы, у нас в квартале многие голодают Да Сегодня прекрасный вечер для прогулки Только не стоит погибать из-за меня Том, постарайся выжить И это все? Ты водишься с бабником, с Эмом Тропани И все, чему ты научился, это прекрасный вечер для прогулки? А разве я не прав? Да, пожалуй, прав Цветы для дамы, сеньор? Нет, спасибо А как же мой букет? Постой Я провожаю тебя домой по просьбе Луиджи Когда у нас будет настоящее свидание, будет и букет Возможно Если отец не запретит мне встречаться с кем-то вроде тебя Думаю, он и так знает Луиджи? Да не Эти парни уже давно ко мне пристают Я тебе не говорила, знала, чем все закончится Но стоило сказать отцу, и он назначил моим защитником именно тебя Так что да, он знает Значит, как я и думал, проблем у меня не возникнет Будь он против, ты бы сразу понял Я знаю, что стало с моими бывшими Я помогала прятать тела А, значит, я твой Я старалась тебя оберегать, Томми Анжела, с самого начала А давай сходим куда-нибудь завтра вечерком Может, в кино или еще куда-то И ты получишь букет Я не против Оу! Привет, красотка! Да ты нам изменяешь? Отвали! Не надо огрызаться, куколка! Так и быть, пусть твой хак смотрит Парни, у вас проблемы? Проблемы у тебя, раз ты вздумал увезти нашу телку Похоже, вы не понимаете, с кем имеете дело, придурки Даю вам последний шанс Не испугал Мы знаем, чей ты человек Может, по молодости Сальери и был крутым Но сейчас он старый бердун Морелло его со дня на день спишет со счетов Я справлюсь без Сальери В одиночку Говно вопрос Вы слышали его? Давай, иди сюда, дерьма кусок Куда? Это же сладенькое! Отойди! Ты не прав! Ты просто конфетка, да? В такой девке ни к чему гулять с этим уродом Давай, встрой его, правый литровик Платка, трон меняет и труп Я не из тех, дамочек, к которым ты привык Платка, троника, троника, троника Отвали от меня! Отвали от меня! Я отвалю! Томик! Моя очередь! Надеюсь, ты крепче своих дружков Отвали от меня! ну что получил тупой урод не плохой хук справа молодец у тебя кровь пойдем ко мне домой я посмотрю может зайдешь чтобы я тебе помогла все думал когда пригласишь притормози парень я просто подлатаю тебя давай садись на диван закатай рукав принесу иголку с ниткой не так уж и плохо дать что-нибудь от боли нет я в норме больше не делай так как ты понимаешь о чем я том пусть следующий раз поле тебя штопает выпить есть подарок от дона глотни еще вот так потерпишь немного да конечно хорошо не хочу чтобы потом старуха соседка жаловалась хозяевам ношу только поскорее ладно в таком деле спешить нельзя чем хуже шов тем страшнее шрам вот как сейчас тарана штопала только отца моя мать частенько его изводила он научился выворачиваться от тарелок но однажды она проткнула ему руку спицей прямо насквозь прямо насквозь зачем просто потому что была ревнивой пьяни все не лучший шов но сойдет по крайней мере он будет напоминать не о тебе ты останешься здесь не хочу чтобы ты выходил в таком виде эти уроды ищут тебя по всей округе как скажешь у тебя нет лишнего одеяла нет и отопления нет ничего не и и терпеть. Сара в порядке, босс. Я был с ней. Она работала здесь, когда еще была ребенком. Своей дочери у меня нет, Том. Я на все готов ради этой девочки. Я тоже. И все мы. Точно, босс. Все ради Луиджи и Сары. Я не понял, им здесь страны Луна Парк или что? Да я их голыми руками разорву. Мы даем людям защиту. Но кто станет нам платить, если узнает, что мы даже наших близких не можем уберечь? Так что нам нужно делать? Научите их уму-разуму. Переломайте им каждую косточку. Сделайте инвалидами. Разукрасть их рожи так, чтобы родная мать не могла взглянуть без крика. И где они торчат? Знакомый коп говорит, что надо поискать Ченна Тауни. Большой Биф явно знает. Томми, сзади Квинни и подбери что-нибудь. Встретимся у Бифа. Да, сделаю. Бросьте эту шваль посреди улицы. Все должны уяснить, что таким озверевшим скотам нет места в нашем районе. Будет сделано, босс. Кто-то из них еще может быть на нашей территории? Я проверю, убрались ли они с района, а ты встретишься с Бифом. Доброй охоты. Даль тебе. Когда закончишь свиней, разыщи меня в Ченна Тауни. Понял. Пора разбить пару голов. Что эта шпана проявляет неуважение? Что стало с этим городом, Фрэнк? Какие-то дипы пристают к царе на улице. Танин Карлеоне с каждым месяцем сокращается. Морелло забирает все больше. Стоит не отвернуться. Когда это закончится? Оф, все под контролем. Все будет под контролем, когда головы этих мразей будут втоптаны в асфальт. Будь я помоложе, эти парни уже были бы под мостом с перерезанными глотками и кормили бы рыб. Они научатся нас уважать, не волнуйся. Хочешь перекусить, Тон? Не беспокоюсь. Не, у Дона для меня нашлось дело за городом. Теперь это ее уже не касается. Поешь, как вернешься. Эй, ты за стволами, Том? Не, у меня все есть. Мы с Поли собираемся надрать зад местной шпане. Не хочу их валить на своей же улице. Дай что-то, чем можно голову разбить. Сэм тут недавно навестил один склад, и... На них типа автограф самого Бейба Рута. Это бред, конечно, но... Бьют, будь здоров. Шпане твоей будет не сладкой. Это точно. Спасибо, Винни. СССР. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Слишком деликатничаешь с бабами ДimaTorzok 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 План такой. Я захожу и начинаю всех метелить. Ты делаешь тоже. Никакой пальбы. Долго ты его придумывал. Не, это план на любой случай. Лучше зайти в боковой дверь. Говорю, лучше Бобки я в жизни не видел. Уйму. О, Билли, это же тот самый парень. Сваливаем. Дайте сюда. Садись, бедон. Вот почему нас никто не смеет трогать. Мы тебя распотрошим. Давайте же обрежем. Боже. Ну класс. Только ты и я. Дом, лезь через ограду, пока не ушли. Скорей, помогите Лиле. Я пойду на север, ты на юг. Я наверх. Ладно, понял. Лиле, сматываем. Живо! Скорей! Давайте, козлы! Я его нашел. Стоп, пробивайся к Билли. Достань этого скота. Моли всех, кто будет бежать. Победа. Победа. А-а-а-а! Аааа! Стоять! Сюда! Мочите этих слов! Они не шутят! Столите их нахер! Стоять! Гриб, кольцо! Пусть слез идет! Стоять! Выглядит хреново! Одному из тех крыш! Пусть слез идет! Пусть слез идет! Топи, сзади! На ногах! Джон, не крикнись! Сухи, давай скорее к машине, Том! Исчезни! Жми! Нельзя их выпускать! Это были последние! Осторожнее, Том! Дорога петляет! Не парься, я за рулем! Это были последние! Кто-то так же обоссался, как они! Ты присмотрись и увидишь, что у них моча прямо из тачки льется! Кольцыг Эти придурки пожалеют, что повзречали в своей жизни Сару. Это тупой баран разбился нахер. Ну, теперь они никуда не денутся. Замочи его, Том. Нет, нет, не надо. Прошу, я не хочу сдохнуть здесь. Боже, Том, ты что, как можно жалеть такую мразь? Он-то грохнул бы тебя без колебаний. Просто стреляй и не думай. И закончилось. Все равно он уже труп. Боже мой, Том! Очнись уже! Забыл, что они хотели сделать с Сарой? Нет. Просто... Эй! Пойдем отсюда, пока легавых нет. Пойдем отсюда! Пойдем отсюда! Пойдем отсюда! Пойдем отсюда! Где такая жизнь не по карману? Просто везет. Я еще дам тебе шанс отыграться. Вы с нами, босс? Надо обсудить дела, Поли. Парни, есть проблема. Наш человек из судмедэкспертизы прислал это. Фамилия трупа – Гиллотти. Узнаете его? Да. Один из уродов, которых мы прикончили. И у него в башке оказалась пуля? Да. Наша работа. Ну, копы, пусть нам спасибо скажут. Он же насильник, босс. Да? А еще он сын городского депутата. Хотите, чтобы политики пришли к Морелло? Продолжайте убивать их детей. Вот чё... Это не все. В машине был еще один парень? Да, но он уже был мертв. И кто он? Племянник президента? Двойной в голову, Поли. Любое дело делай до конца. Он выжил? Да. Хотя и провел неделю в больнице Святой Марии. Сможет он опознать кого-то из вас? Не знаю. Наверное. Ясно. Так. Мы убьем двух птиц одним ударом. Похороны в храме святого Михаила. Сэм, ты пойдешь туда, проследи за везунчиком и успокой его. И как я его узнаю? Он похож на человека после автокатастрофы. У него рука сломана. Ищи гипс. Нужно как-то отвлечь их, пока Сэм будет прибирать за вами. То мне надо фитиль обмакнуть. Это бордель? Мужской клуб рядом с храмом Святого Михаила. В последние годы Дон вложил туда немало средств. Мы с Эмом тоже. Однако... Хозяин вдруг решил вести дела с мистером Морелло, а не с нами. Я должен напомнить ему об обязательствах? Да. А затем все взорвать? Что? Если Морелло хочет забрать мой бизнес, оставим ему руины. Слушай, Том, мы не можем отправить Поли или Сэма, их там уже все знают. Они не попадут даже на порог, а вот ты пройдешь спокойно. Ясно. Что насчет хозяина? Нужно найти и убить его. Если шлюхи заметят, что ж, будет им уроком. Разберешься с хозяином, поднимись к нему в кабинет. Забери оттуда все документы и деньги. И установи взрывчатку. Винченсон даст тебе все, что нужно. Уверен, что взрыв отвлечет их внимание? Да. Но будь осторожен. Стрелять можно только, когда тебя не видят. Томми, еще кое-что. Одна из девочек сливает Морелло сведения о наших делах. Сначала разберись с ней, а уж после устраивай взрыв. Томми нужно грохнуть девку? Да ладно, Фрэнк. Жаль, что это придется делать Тому. Но нужно защитить семью. Ее зовут Мишель. Обычно она работает наверху. Ее фото есть в папке. Парни, вам все понятно? Да. Том. Понятно, босс. Выполняется. Томми. Давай, пошли. Зайди к Винне. Я здесь подожду. Мне тут напели, что тебе нужно фейерверк устроить, да? Полапаешь там телочек за дядю Винни, а? Не сегодня Винни. Чем же decide? Все. Помнишь времена, когда отель Карлион еще был крутым? С 29-го года это место здорово скатилось, да, хотя девке там, пожалуй, еще ничего. Погоди, не уходи, ты должен меня выслушать. Насчет девчонки. Мишель? Да. Я не прошу тебя убивать ее. Пусть она просто исчезнет. Этого достаточно. Ты ее знаешь? Да, был с ней пару раз. Она неплохая, Том. Даже, можно сказать, хорошая. Просто глуповатая. Ну, короче, не заслужила она, чтобы ее убирать лишь за то, что она любит слушать мой треп. Думаешь, она свалит? Когда поймет, что иначе ей не жить, конечно, свалит. Вот сотня. Передай ей, чтобы она могла убраться подальше. Ладно, Сэм. Я постараюсь. Большего не прошу. За дело. Мишель, это та девчонка с гоночной трассы, да? Том, мы сейчас говорим о ней в последний раз. Самый последний. Я озвучил тебе свое предложение, ты выслушал. И хватит об этом. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... В отеле действуй с умом, не привлекай к себе внимания, пока не найдешь хозяина. Он думает, что он неуязвим, так что ты без труда к нему подберешься. Что еще я должен знать? Это все. Только ты не затягивай. Гелотти помер молодым, так что речи толкать будут недолго. Когда бомба взорвется, я сделаю свое дело. Ясно. Что за жизнь такая? Ты облажался и тебя посылают в бордель. А я вынужден почищать за тобой на похоронах. Скажи, разве это справедливо? Это всего лишь работа. Я тоже мне профи. На этот раз постарайся сделать работу до конца. Давненько я в храм не заходил. Подозреваю, тамошний репертуар не изменился. Последний раз они пели то же самое, что и в моем детстве. Знаешь, ты не больно-то похож на верующего. Это были похороны, Том. Как и всегда. Будто у всех... ...вокруг одно развлечение. Полить под членом семьи. В какой-то момент мы хоронили ребят так часто, что я почти перестал ходить. Скучно там, на похоронах. Это странно. Одеваешься-то ты всегда, как на похороны. Неплохая шутка, Том. Запиши ее. Спасибо. Обязательно. Вот свадьбы. Это уже повеселее. На свадьбы я бы сходил. Ты там не планируешь? Ну, возможно. Вот и хорошо. А то я, Оля, устал ждать. Этот парень не сможет склеить девку, даже если весь клеем обмажется. Он еще встретит кого-нибудь. Том, даже его мамаша оставила всякую надежду. Оставь и ты. Субтитры сделал DimaTorzok. Он потерял управление. Он потерял управление. Дальше. Здесь останови. Я передам семье твои соболезнования. Удачи. И тебе. Продолжение следует... 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 Ты у меня на мутке. Перезаряжаю! Отпрягите! Отвлеките его от меня! Продолжение следует... 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 Ухожу! Утрите! Звязь с ребятами на крыше потеряна. Похоже, он ушел. Звязь с ребятами на крыше потеряна. К низкому Непали, смерть – это искупление для нас. Уильям был грешником, верно? Но также он был любящим сыном, заботливым братом и верным другом. И во имя этих качеств мы помолимся о спасении его души. А сейчас, я думаю, ближайший друг Билли хотел бы сказать пару слов. Спасибо, отец. Я хочу отдать дань уважения. Билли, я никогда не говорил, но ты был мне как брат. Бог знает, сколько раз ты выручал меня в передряг. Не знаю, как я буду… Что вы здесь делаете? Стойте! Это ведь он! Тот гад, что убил Билли! Стойте! Стойте! Чтоб этом мире был замешан. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Там внизу! Стреляй, пока он наверх не поднялся! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты мог давно остановить это! В этом городе по-другому не будет! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Думаешь, мне это нравится? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что вы наделали? Убийство в Доме Божьем? Они преступники, отец. Воры, насильники, убийцы. Но Господь принял бы их. Попроси они о прощении. Может быть, они могли бы помочь бедным во искупление своих грехов? Или могли спасти чью-то жизнь? Не могли бы, отец. Ох, ты мразь. Если хочешь исповедаться, лучше поторопись. Хватит крови, прошу! Простите, отец. Можете считать это божественным возмездием. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Теперь мы квитые? Да. Пока что. Это компенсация. Мне не нужны грязные деньги. У них вы взяли. Как по мне, особой разницы нет. Это за то, чтобы залатать тут дыры от пуль. Из-за ваше молчание. Копам скажете, что у стрелков был акцент с восточного побережья. Откуда-то издалека. Ясно? Я не буду лгать. Просто ничего не скажу. Ладно. Мы бы очень не хотели возвращаться. А ты где был, твою мать? Их парни узнали, меня едва я зашел в пульс. И тут же выставили из церкви. Где они сейчас? Там же те и эти. Пошли. Надо убираться отсюда. Закатания уже кончатся. Кто там? Я тебя достану. Ты с вами птичь нас заметил. Ой, конечно. Парни, отмепите церковь. Не дайте его выбросы. А я лезу, ты лезу. Давай, нефидофан. Ты издеваешься? Его исполниться. Конечно, это птичь. Поискать друг друга? Да, денек выдался богатым на сюрпризы. Подозреваемый затерялся в деловом районе. Мы его найдем. Подозреваемый замечен. Берегите его, ребята. Копы прямо охренели от того, что ты устроил в борделе. Да, там ад творился. Но я все сделал. Вообще все? Да, вообще все. Награждение установлено. Мы нафиксируем. Они еще не отстали? Вроде нет. Должно быть, собрали всех легавых в городе. Офицеры засекли его на центральном острове. Жми, Томми. Сбрось их. Стараюсь. Фонтан на центральном острове. Подозреваемый исчез. Продолжайте поиски. Он ушел. Вернитесь к патрулированию. Поймай его другую. Ух, оторвались. Слава богу. Постараюсь забыть этот день как можно скорее. Не говори. Давай вернемся в парк. Надо залечь на дно. Судя по всему, отлеживаться мы будем очень долго. Не парься. Священник будет держать рот на замке. Мы надрали зад Морелло. А тебя спор... Морелло, хвост. Преследует подозреваемого. Он ушел от нас в рабочем районе. О чем я говорил? Да, точно. Мы надрали зад Морелло. А тебя с Полли уже не обвинят в убийстве сына Геллотти. Все. Гос будет доволен. Всем машинам отменить погоню. Поиском конец. Возвращайтесь в патрулирование. Возвращайтесь в патрулирование. Патрулирование. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Топ! Копы нас засекли. Нам донесли об угоне полицейской машины. Давайте за ней! Коп! Копы нас засекли! Мы засекли его. Суки под окладом уже, уже! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Полицейские в Маленькой Италии потеряли подозреваемого. Если увидите его, дайте знать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Всем офицерам, прекратить поиски. Повторяю, прекратить поиски. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Сэм, спасибо, что помог мне. Я уж было думал, мне крышка. Ты бы сделал для меня то же самое. Сэм. Ой, гелоррик. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Просто не думай об этом. Вообще ни о чем не думай. Это самый главный мой тебе урок.